Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. При том, что мессенджеров существует какое-то невероятное количество, есть бренды, которые выделяются на общем фоне. И даже до конца не понятно почему. А также не понятно почему про один из таких брендов я до сих пор не сделал скринкаст. Хотя когда я делал серию интервью с представителями благотворительных фондов и спрашивал про топ-5 приложений, почти все называли в числе прочего Slack. К слову, и Теплица им пользуется как корпоративным мессенджером. Slack — это тематические каналы, в которых могут общаться все сотрудники или выборочно. Причем с возможностью установить приватность. Это непосредственное общение с отдельным человеком один на один. Правда, пока я тут всего один. Возможность интеграции с огромным количеством сторонних приложений, возможность позвонить прямо из Slack, мощным поиском и возможность ухранить документы. Словом, тут есть все, что нужно для работы. Кроме того, переход между рабочими пространствами осуществляется в один клик. И это очень удобно для тех, кто задействован сразу в нескольких проектах. Итак, Slack, кроме всего прочего, еще и бесплатное приложение. Точнее, тут есть бесплатный тариф, которого вполне достаточно средней организации. Если нужно больше функций, то по программе тепло-диджитал можно получить стандарт бесплатно или с 85% скидкой. Но об этом я расскажу в конце. Get started. Я не буду регистрировать еще один аккаунт, у меня их и так тут два, но тут все просто. Итак, вот аккаунт. Вот ваш профиль. Тут общая информация. Главное — это аватар. А тут дополнительные настройки. Настроек очень много — это удобно, то есть плюс. А еще один плюс — то, что заглядывать сюда, в общем-то, не обязательный. Slack прекрасно работает на настройках по умолчанию. К минусам можно отнести то, что Slack не имеет русской локализации. Но тут уж ничего не поделаешь. При современной жизни английский почти обязательный. Так, ну давайте добавим наконец кого-нибудь. Скучно общаться самому с собой. Выслали инвайт. Человеку пришло приглашение на почту. Если он не зарегистрирован в Slack, нужно зарегистрироваться. Это пока пропустим. И, собственно, вот. Теперь нас двое. Можно приступать к общению. Бот предупреждает, что Вова Ломов просил его не беспокоить, но мы побеспокоим таки. Ну и несмотря на то, что я просил не беспокоить, сообщение все-таки приходит, и я отвечу. Тут есть весьма скромные инструменты разметки и возможность, например, прикрепить файл. А еще отправить какой-нибудь смайлик. Но понятно, что общением один на один никого не удивишь. Поэтому главное в Slack — это каналы. То есть под разные задачи можно создавать разные каналы. Если просто отправлять сюда сообщения, уведомления не придут. Но названия канала, в котором есть непрочитанное сообщение, подсвечиваются жирным. А если указать кого-то в сообщении, то придет notification. Либо можно указать всех, кто есть в канале, или вообще всех, или всех, кто сейчас онлайн. Но тут notification был, просто он быстро пропал, потому что канал и так был открыт. Далее, как я сказал, тут есть файлы. Что очень удобно. Можно искать по типам файлов, либо по тому, кто их присылал. И еще. Собственно то же, что и избранное в Telegram. Тут можно писать сообщения самому себе. Ну и также можно себе отправлять файлы. Словом, все предельно просто и более чем достаточно для командной работы. Обычные мессенджеры типа Telegram все-таки не очень удобны для работы в организации, состоящей более чем из трех человек. Ну максимум пяти. А так создается новый канал. Тоже в один клик. Можно сразу добавить участников, можно это сделать потом. Ну и последнее. Тут можно стартовать тред. Нить беседы по конкретному сообщению. И также по конкретному сообщению можно добавить реакцию. В левом меню появится закладка threads и если беседа обновляется, тут все это будет отображаться. Все. Что касается тарифных планов. Честно говоря, теплица работает на фри. На бесплатном тарифе. Что может понадобиться в платной версии? Звонки. В бесплатной можно созваниваться только один на один. Неограниченная интеграция со сторонними приложениями, защищенное взаимодействие со внешними организациями и гостевой вход. Ну да. Словом, если вы представитель НКО и вам очень нужен платный тариф, например, стандарт, то по программе тепло-диджитал вы можете получить его бесплатно до 250 сотрудников и с 85% скидкой на большее количество. А если вам нужен плюс, то только с 85% скидкой. Вот здесь ссылка на форму Slack Phone on Profits. Ссылку на страницу оставлю в описании. Заполняете. Смотрите только в каком рабочем пространстве находитесь. Заполняете, отправляете, получаете скидку или бесплатный стандарт. При условии, что организация зарегистрирована по программе тепло-диджитал. Если не зарегистрирована, сначала регистрируетесь. Ссылку на скринкаст как регистрироваться оставлю в описании и проходите три предыдущих шага. Вот такой он Slack. Временами не поворотливый, но точно главный претендент на звание корпоративного мессенджера. А Telegram это так, для дома, для семьи. Все, любите друг друга и хорошие мессенджеры. Желательно не больше двух. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.